Привет, друзья! С вами еженедельные новости мира виртуальной реальности. Издание TheInformation, ссылаясь на свои источники, рассказало о новой главе создания настоящих очков дополненной реальности в корпорации Мета. Согласно ранее слитой дорожной карте компании и новым источникам, Мета собирается представить полноценные AR-очки на MetaConnect 2024, но релиз будет только для разработчиков и сотрудников компании, в то время как полноценный выход на массовый рынок ожидается в 2027. У компании есть очки для Connect 2023 года, вторая версия Ray-Ban Stories. У обоих устройств есть одна общая проблема – им всем нужны чипы и процессоры. Зависимость же от Qualcomm, продающей хороший чип конкурентам, не очень нравится Meta. Вместе с Samsung Мета разработала чип для первой версии AR-очков, но сотрудничество закончилось в 2022 году, а так как к девайсу будут прилагаться вычислительный блок и умный браслет, в два последующих устройства пойдут чипы Qualcomm. Компания уже думает о том, чтобы использовать в финальных очках чипы MediaTek, но немалая часть руководства надеется на продолжение сотрудничества с Qualcomm. И кто знает, возможно, вторая версия недосягаемых AR-очков Мета будет полностью использовать чипы одного производителя. Учёные университета Сеула и компании Meta представили улучшенный симулятор VR-пользователя Quest EnvSim. Он определяет положение ног по положению шлема и контроллеров. Предыдущий симулятор QuestSim мог работать только на плоской поверхности, не позволяя пользователю присаживаться в кресло или приступать через препятствия. В новой версии эти недостатки исправлены, и положение ног остается реалистичным в таких случаях. Для большей точности разработчики пошли на хитрость. Так как симулятор не работает в реальном времени, а принимает только ранее записанные видео, в модель стали передавать данные трекинга из будущего. Но даже без таких данных симулятор неплохо справляется. Более того, он может работать даже тогда, когда нет данных положения рук. Однако у нового симулятора есть недостатки. Он требует значительной вычислительной мощности и не может обрабатывать все варианты движений. В случае взаимодействия с объектами, отсутствующими в данных обучения или во время потери трекинга, виртуальный человек может запинаться или падать. Несмотря на это, исследователи продолжают работать над улучшениями, чтобы достичь полной реалистичности. Издание Business Insider, ссылаясь на трех источников, рассказало, что проект очков дополненной реальности под названием Project Iris был тихо свернут или поставлен на долгую паузу корпорации Google. Ранее корпорация купила производителя умных очков North, а позднее показала на Google I.O. в 2022 году концерт очков, которые переводили бы речь собеседника. Проект несколько раз менял направление разработки и в конце концов из компании ушел глава ARVR отдела Клей Бейбер. После этого устройством перестали заниматься и только пара отделов продолжили экспериментировать с дополненной реальностью. Но компания не забросила смешанную реальность. Она стала работать над программной частью гарнитуры в смешанной реальности, над которой работают компании Samsung и Qualcomm, и которая должна была быть ответом Apple Vision. Некоторые сотрудники называли проект платформой Micro XR, а один назвал его андроидом для дополненной реальности. Разработчик Titan, принимавший много участия в совместном реверс-энженеринге VR-гарнитуры PSVR 2, неожиданно смог запустить показ VR-картинки с ПК на гарнитуре Sony. Со шлема пока не забираются данные трекинга и способ работать только под Linux, видеокартой AMD и специальным пропатченным ядром в качестве быстрого хака, но тем не менее гарнитура показывает картинку в 2К на глаз с частотой 120 Гц. До полноценного использования гарнитуры осталось еще очень много работы, но как минимум удалось сделать важный шаг на пути запуска гарнитуры. В свою очередь разработчик одноименных SteamVR драйверов для различных нестандартных VR устройств Avery смог повторить успех коллеги Titan и подключил вывод изображений PSVR 2 напрямую к SteamVR. Для быстроты Avery не стал реверсить систему отслеживания и искажений шлема, а просто установил на шлем трекинг от PSVR 1. Сейчас шлем работает через отдельный компьютер на Linux, подключенный к специальной видеокарте AMD. Ожидается, что для обычной работы шлема пользователю придется либо покупать специальный переходник с чипом-обманкой, либо специальный одноплатный компьютер с видео-выходом. Разработчик VR-приложения и одноименной VR-гарнитуры BigScreen объявил о запуске процесса сборки своих очков. Первая волна предзаказавших гарнитуру начнет получать ссылки на сайт для сканирования своего лица для создания индивидуальной лицевой маски. Ожидается, что первые покупатели получат устройство в течение следующих 4 месяцев. Позднее очередь сократится до 3-6 недель. BigScreen Beyond был анонсирован в прошлом году как самая компактная VR-гарнитура. Она имеет разрешение до 2560 на 2560 на глаз и нативно работает через SteamVR, отслеживаясь базовыми станциями. Предзаказы на BigScreen Beyond все еще открыты. Разработчики открытой системы отслеживания тела SlimeVR объявили об отправке первой партии из примерно 1000 комплектов датчиков первым бэкером. Датчики еще не пойдут напрямую получателям. Сначала они пройдут через Эстонию и склады CrowdSupply, такие про голову площадки. Но после этого они отправятся тем, кто заказал их больше года назад. Отправка следующей партии уже с большим количеством полных комплектов трекеров ожидается в середине июля. Корпорация Sony объявила о выходе своей системы трекинга тела для витюберов под названием Mokopai за пределами Японии. Комплект из шести трекеров и кейсы для зарядки уже доступен в американском магазине по цене 450 долларов. Поставки начнутся 14 июля. Пользователи VR-чата, которые смогли заказать трекеры через посредников, успели отметить, что качество отслеживания трекеров не самое высокое. Марк Цукерберг анонсировал подписку на игры для устройства Quest 2, Pro и Quest 3. Подписка стоит 8 долларов в месяц или 60 долларов в год. Подписчики будут получать две игры каждый месяц, включая лучшие тайтлы платформы. Первыми играми подписки стали Pistol Whip и Pixel Rip 1995. В июле станут доступны Walkabout Mini Golf и Mother Gun Ship Forge. Подписку можно оформить уже сейчас. Пользователь Reddita Kekan Kok обнаружил на странице резюме актера озвучки Майкла Кому несколько интересных строчек. Помимо неведущих ролей в Wanderer VR и неанонсированной игре MiHoYo, актер записал несколько реплик и для неанонсированной VR-игры Rockstar Games. Возможно, когда-нибудь мы узнаем, о какой игре шла речь. А теперь Blitz новости. Beat Saber получил обновление, добавившее в пак The Weeknd два новых трека – Die For You и Less Than Zero. Новые песни уже доступны для покупки. Состоялся анонс новой карты Polus Point для Among Us VR. Бета-тест уже доступен до 3 июля, а сам релиз новой бесплатной карты на Quest, Rift и PC VR ожидается 27 июля. А поиграть в Among Us вы можете на шлеме, купив его у нашего спонсора. Этот выпуск создан при поддержке интернет-магазина виртуальной реальности Formula Q. Ссылка в описании. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте палец вверх, если понравилось, и палец вниз, если нет. А в комментариях пишите, какими вы хотите увидеть AR-очки будущего. Увидимся в виртуальной реальности. Субтитры сделал DimaTorzok